Приехала Любовь Николаевна, мать её, перепутала мужикам всю жизнь. Они сейчас всё-то приехали, поковырялись, поковырялись, собрались, поехали к Юре. Говорят, завтра не приедем. Мешаю я людям, но мне так это неудобно. Говорят, приедем послезавтра уже тебя проводить, отвезти на вокзал. Ну, что вот делать? Денег у меня уже осталось чуть-чуть, лекарства я накупила. Ну, денег завтра только съездить на удилку, поглядеть, покупать особо не на что. Вот чем заняться? Инструмента нет и нечем заниматься. Вот такие ещё две сумки у меня тут. Остаются до лета. Это я с собой повезу ещё. В сумку еду беру. Вот так вот. Можно было бы взять с собой ещё здоровую сумку, но она мне там чего, а потом её куда? Отправлять в Крым, а потом оттуда опять тащить в Питер, чтобы было чем летом заниматься. Поэтому ладно уже, ставлю тут. Плохо, когда нечем работать. А ещё хуже, когда тебе жить негде, и у тебя вот такое количество барахла. Вот правда. Скорее бы всё наладилось. Боже мой. Ой, как я устала вот это. Мотаться, туда-сюда это таскать. Сейчас монтировала видео и нашла кусочек маленький. Почему-то не вошёл ни в какое видео. Забыла, что ли я. Так жалко было просто такого выкидывать. Думаю, не, надо вставить. Палить. Теперь это уже память о том, как я ездила в Баку. Нет. Куда она полетела? Александра моя. Диана. Я тебя потеряла. Ну вот, наверху. Вон, он такой. Вот такая маленькая влезет. Такая? Да. Ну, это обычный. Палаком обычный. Слушай, ищет, что передать со мной, Антошке, другу. Купили там на рынке нашивки. Они же люди вуенизированные. А это что такое? А, тоже что-то шоколадное. Тоже какое-то. Ну, чувак. Ничего не придумала. Надо было на рынке смотреть. Что-нибудь едакое. А это китайский, что ли, чай? Вот это. Чайно, да? Китайский чай, что ли? Вот этот. Нет? Синай? Нет, не Синай. Чихан какой-то. Ну, в основном, азербайджанский, конечно. Тут, ну... Вкусные. Вкусные. Да. Не знаю, тебе есть, если пачку чай с азербайджанами. На улице практически никого. Одни мы, две. Он еще мужчина какой-то. Гуленый. Как на Новый год красиво было. Дома-то подсвечивались, да? И светло прям так было. Экономят. Нечего. Не в праздничные дни тут сияние устраивать. А так вот все окна подсвечивались. Прямо было светло. Курилка. Доброе утро, мои дорогие. Ох, ё! Ой! А тут прям Новый год. Блядь! Ой! Красота! Только мне на Уделку ехать. Как там в такую красоту ходить? Ой, блин! Ну что ж такое. Вот не поехала вчера. Ну, вчера я была не спавшая. Да, сюрприз. Прям сюрприз. С утра пораньше. Ну что теперь. Может там в том районе нет. Ну, или будем ходить под снегом. Чё дехать? Ну, только я боюсь, что мало будет продавцов. Всё, потом сырое. Им тоже это дело. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Мы любим собак. Ой, кошек тоже, понятно дело. Ну, согласитесь. Собаке большая ответственность. Вот хочешь, не хочешь, а выводи. Ну, ладно, мои хорошие. Сейчас я ещё чайку попью. И поеду. Может мне тоже зонтик взять. Ну, у меня не складной, поэтому будет только мешаться. Метро Елизаровская. Ну что, моя хорошая, две недели назад улетала. Проезд был 65 рублей. Теперь уже 70. Такие вот дела. На улице так и валит снег. Причём температура плюсовая. На асфальте он тут же тает, но валит и валит. Посмотрим, сейчас приеду, что там на уделке. Есть ли там кто. Так, ну что, я приехала. Ушло у меня на дорогу 52 минуты. Сейчас посмотрим, что тут за погода. А снег идёт. А снег идёт. Ой, да ещё сильнее, чем на Елизаровской. Ну что, сейчас, наверное, торгуют только те, кто под крышей. Ну ладно, посмотрим. Всё равно приехала. Смотрите, за две недели во что превратилась. Уделка-то одни сугробы. Ну и чё вот здесь можно увидеть. Продавцов мало. В такой метель-то. Вот что под крышей висит ещё более-менее. А так. Да. Ну, что сегодня можно купить? Только тут. Под крышей. А под крышей... Это винтаж дорогой, антиквариат. Так что, видимо, зря я сегодня поехала. Ну, зря. Я соскучилась по уделке. Посмотреть хотя бы. Видите, как оптовики работают. Накрыли всё. И ходят вокруг. А что у них день рабочий идёт? Ну, процент не получат, и всё. А так. Ну, конечно, сегодня не тот день. Ну, я купила себе чашку с блюдцем японскую. Купила три украшения. Ну, понятно, как материал. Под разборку. Ну, что делать? Такой день сегодня. Не поехала вчера. Вот и пожалуйста. А вчера у меня не было сил. Я была не спавшая совсем. В общем, была никакая. Ну, ладно, сейчас ещё пройду вот этот ряд. Ну, тут вряд ли тут. и поеду домой. Ко мне сегодня Антон приехать должен. А завтра я с утра в дорогу. Ну, что, дедушка шарманщик с собачкой? пока. Не знаю, что будет, но если буду летом, то приеду. Увидимся. Пока. пошла домой. Ну, что? В этот раз я всё, наверное, наверное, порно на метро я не поеду. Потому что завтра я поеду или с Юрой, или на такси. Так что надеюсь, что летом увидимся. Хотя, кто его знает. Уеду в Крым, что будет. Ну, сами понимаете, жизнь сейчас абсолютно непредсказуемая. буду надеяться, что увидимся. Сейчас я до Елизаровской доеду. И практически дома. Видео закончило. всё. А что купила, не показала. Ну, купила я мало, ладно. Вот это вот окрашение металлическое. Купила я его из-за вот этих вот этих вот этих алиментиков. Буду что-нибудь делать и их добавлю. Теперь вот такую для галстука. Давнешнюю, советскую. Надо почистить будет её. у меня уже несколько штук разных есть. Так, теперь вот это вот. Вот это камень. Он где-то полупрозрачный, где-то непрозрачный. Вот такие вот треугольнички. всё это, всё это как материал всё это будет распускаться. И вот такая вот симпатичная штучка. Я даже не знаю, что это. Надо вот это всё, у меня нет с собой инструмента, всё это разобрать. Я даже не знаю, пластика или стекло, или что это. Это уже до Мурманска, там посмотрим. Вот и всё. Ну, в такую метель смешно бы было, если бы там все были продавцы. Нет, конечно. Но я всё равно довольна. Попрощалась с уделкой до лучших времён. бог даст будет всё хорошо, так летом приеду. А если нет, то и говорить нечего. вот 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 вот